Нет, ну, на самом деле, самая популярная книга на Ближнем Востоке, политологическая, это «Протокол эфенских мудрецов». Она лежит у каждого уважающего себя арабского лидера, иранского лидера, и кого угодно другого. И, на самом деле, эти ребята в это всё верят. И более того, в оппозицию не очень существующему, к сожалению, может быть, как говорит один мой близкий знакомый, большой начальник внешнеполитически несуществующему жидмасонскому заговору, что если бы какой-нибудь заговор существовал, да было бы с кем договориться хотя бы. Ну, вот они строят свой, потому что всё, что построено на Ближнем Востоке в рамках арабской весны, катар, который теперь называют лающей или рычащей мышью региона, то есть очень грозный рык, но вообще очень маленький. Саудовская Аравия с этой жуткой геронтократией, которая приходит на королевский престол уже с Альцгеймером и со всем тем, чего просто не выживешь. И Брежнев такой молодой. Брежнев был очень молодой по сравнению с этими людьми. Я поэтому и говорю. Там всё ещё дети Ибн Сауда занимают один за другим, а им уже под 80, за 80, наследный принц, молодой человек, 78 лет, действительно, полный сил. Доживёт, нет, не знаем, но вот пару лет, может, королём и просуществует. То есть гонка на лафетах такая, которую нашему политбюро не снилось. Это есть реализация идеи о всемирном заговоре, которому надо оппонировать собственным заговором. И вот он как раз удивительным образом построился. И отработав чего можно на Ливии и не очень отработав на Сирии, сейчас будет, видимо, всерьёз сталкиваться с Ираном. Потому что у нас ведь сейчас что на БСВ? У нас новый халифат. Республики автократии, дикатуры, безусловно, но светские республики полетели почти везде. И почти везде монархии. Или отдельно взятые религиозные ортодоксы всех мастей, от братьев-мусульман до уж чистой аль-Каиды. А где-то комбинация. Очень любопытно, та же самая Ливия продемонстрировала автономию теперь уже Бенгази. То есть попросту нормальный сепаратизм дошёл до дела своего. Но кто объявил? Ведь объявил человек по имени Ассенусси. Последник престола, отсиживался в Саудовской Аравии, долго ждал своего времени. То есть мы действительно видим возрождение халифата. И попробуй ему сказать, что он нелегитимен. Он же нелегитимен, а религиозный ортодоксальный орден. Потому что Ассенусси, как раз наоборот, гораздо больше имеет прав в глазах любого исламского правоведа, чем все остальные повстанцы Ливии. Там просто страны не будет. Но так же? Это абсолютно точно. Но страны не будет. Будет отдельный, вот, видимо, Эмират в Бенгазе. Халифат. Полуисламский. И это и есть большой халифат, потому что с Аравийского полуострова, там же не унитарное было государство. Там все сатрапы имели свои собственные, как и в Атаманской империи, обычаи, свои собственные династии, свои собственные заморочки, связанные с жесткостью или мягкостью ислама. Но общие рамки, там, не, конечно, имитационная демократия в лучшем случае, ну, Египет. 85% исламистов в верхней палате, 75% с лишним в нижней палате. Вот нижняя палата на этой неделе довольно демонстративна и довольно пока беззубо объявила, что надо рвать отношения с Израилем, перекрещивать буквой «Х» с Кэмп-Дэвидский договор, вообще возвращать все Синай. Это пока должна еще утвердить военная хунта и старенький маршал Тантауэй. Ну, так ведь это пока... Который, надо отметить, был и задолго до революции. Старенький маршал Тантауэй... Ну, просто предал своего шефа. Абсолютно. Вовремя. А чего вам, собственно, если вы можете быть первым, зачем вам быть третьим? Да если вторым, он вообще был там третьим или двадцать пятым, мог бы стать, если бы к власти пришел генерал Амар Сулейманова, старый соперник. Предал удачно, Мубарака сейчас судят, армия доворовывает все, что было в руках у его семьи, контролирует около 20% ВВП. Опять ты не веришь в демократии, в чистоту замысла народа. Нет, я не очень понимаю, чистота замысла народа это что? Вынули замысел из народа, помыли с мылом, вложили обратно. Вот чистота... Вымыли, вытащили, посушили, пригляделись, гудковы. Да нет, чистота помыслов это правильно. Я вообще верю в чистоту помыслов народа Египта в ходе их финиковой революции. Там только очень много изнасилований было в толпе на площади Тахрии. С чистыми помыслами. Снимали напряжение. Притом насиловали же в основном только европейские журналисты. Нет, местных тоже. Местных тоже? Местных тоже, причем с особым отягощением, с избиениями, со всем на свете. Демонстрация женщин, встретившись с армией, поняла, что при Мубараке было еще и ничего. А уж что теперь на Синае, которые совсем кроме Аль-Каиды или иранской резидентуры мало кто контролирует, это тема отдельная. И рэки, и беднеппинг, и взятие штурмом городов. Сейчас просто в Египте отдельно взятые банды, как у нас в 20-е годы, берут штурмом мелкие города и деревни. Уже пошло под это. Международная панорама означает все-таки, что говорим о Сирии, о Саудовской Аравии, о нашей неожиданным образом. Слушай, а не будет такой темы, что за то, что то, о чем я начал говорить за час этого прихода, за то, что Барак Обама признал выборы, поздравил Путина, за то, что Джексон Веник начинаем отменять. Ну, мы его начинаем уже 30 лет. Ну, имеется в виду, что сейчас американцы на тему вдруг что-то совсем заморочились. Может, это такая часть международного размина, мы вам это, а вы нам сдаете позицию по Ирану, по Сирии? – Сильный ход. Значит, дело в том, что мы сделали для Сирии все, чего надо было сделать не исходя из того, что мы любим Асада или готовы к Асми за Сирию лечь, а исходя из того, что если вы страна, то будьте любезны, заставьте с собой считаться. А если с вами не считаются, так что это вы за страна, тогда вы не страна, тогда вы черт его знает чего, вас можно намазывать на хлеб с любой стороны. И в этом плане российская дипломатическая позиция вместе с Китаем жесткая, абсолютно последовательная, особенно учитывая то, на что мы все напоролись в Ливии, дала возможность вообще-то Асаду додавить свои плацдармы гражданской войны в городах. Нет плацдарма, нет правительства, которое призывает к интервенции, вслед за чем вводится бесполетная зона, перегоняются оружие и боевики, в том числе аль-кайдовцы. Если они бегают по горам или по сельской местности, с ними работает авиация, это вялотекущая гражданская война. Не более чем. И истерики госпожи Клинтон, господина Жупе, всех остальных наших американских, французских. Да пошел господин Жупе. Туда, куда пошел. Вот это правильно. Ну и так. Это правильная мысль, хотя надо сказать, что и Хиллари Клинтон... Тогда какой это Жупе, господин? А вот Хиллари Клинтон, если посмотреть, как она теперь стала выглядеть, у меня завуч Портор Школы... Ты уже не знаешь, кто теперь Жупе? Нет, я знаю, кто он такой. Нет, нет, я имею в виду, что насчет Хиллари Клинтона стала так выглядеть, что ты теперь тоже не знаешь, кто тут Жупе. Я не знаю, кто теперь Моника Левинский. Лишь бы не Жупе. А почему нет? Собственно, ее муж был достаточно широких взглядов человеком, а также в демократической партии это принято. И даже и хорошо. Браки однополые в значительной мере демократии пробили в Соединенных Штатах. Так вот, мы сделали все, чего надо было сделать. Большой привет. Для Ирана мы не собираемся поставлять туда С-300, исходя из ситуации, которая сложилась и по решению российского руководства. Мы не поддерживаем иранский режим во всем, что иранский режим делает. Атомная бомба Ирана нам нужна как дырка в голове. И именно с Ираном у нас жесткий спор по Каспию. Но это вовсе не значит, что МИДовцы не должны говорить, чего они говорят. Потому что понятно, что война нам не нужна, беженцы на нашу территорию нам не нужны. Ну, это будет катастрофа, но не беда. Причем, сегодня на самом деле все подошло настолько близко к войне, и не из-за Израиля, а из-за ситуации с аравийскими монархиями. Потому что там ничего нельзя изменить. Выяснить, кто главный в исламском мире, теократическая диктатура монархии полуострова, в первую очередь саудовцев, или теократическая демократия Исламской республики, невозможно. Одни суниты, вторые шииты. Это как во времена памятного нам по Гоголю Тараса Бульбы. Договориться казакам с поляками о разграничении функций. Так не бывает. Персидский залив один, у Ирана много своих претензий на то, что происходит у арабов, у арабов много своих претензий на то, что происходит у персов. Ну, арабы против персов. Вот тебе новость. Последние полторы тысячи лет, вообще-то говоря, не слишком что-то новое. И в этом плане и были проведены серии консультаций, некоторые переговоры с попыткой разграничить интересы и сферы эксклюзивного воздействия на Бахрейне, в шиитских провинциях самой Саудовской Аравии, в Ираке, в Йемене, в Сирии, в Ливане, основные болевые точки. Такой пакт Молотова-Риббентропа по-ирано-саудовски создать. А Израиль не может зафигачить Иран, тут народ пишет. Израиль может зафигачить Иран. Израиль, во-первых, может нанести удар по Ирану, а также по кому и чему угодно. Более того, военный потенциал Ирана, безусловно, подкрепляется колоссальным населением, нефтяными резервами, территорией, но военный потенциал Израиля, давайте отдавать себе в этом отчет, ровно таков, что, в принципе, он может уничтожить все на Ближнем Востоке, если захочется. Он этого не хочет. В отличие от всех остальных, кто там по региону ползает танками и шкрябает самолетом. Вот, ребята, вы представляете, что Израиль может, но не хочет, остальные хотят, но не могут. Ну, вот, дело в том, что израильтяне стараются беречь не только свою жилую силу, но и население, так называемое мирное население. Если бы американцы с этим мирным населением поступали в своих войнах, как израильтяне, вообще-то говоря, они воевать не могли. Но мы с тобой же приводили данные по collateral damage, ну, то есть, по гражданским потерям. В четыре раза меньше, чем по любой западной коалиции, как бы она ограничена ни была. И то, что у нас так много говорят о кровавых там израильских преступлениях. Ну, вот вчера появилась очередная фотография девочки, которую ее папа, несчастный, при страдающей маме, всю окровавленную, принес в палестинскую больницу в Гаде. В интернете ее опубликовали в средствах массовой информации. Есть одна проблема. Эта фотография появляется уже шестой раз. Причем первый раз она появилась в 2006 году по теме к Палестине и Израилю, вообще не имеющей никакого отношения. Ну, не могут никак донести девочку. Ну, сколько можно. По всему миру в госпитале носить, никак не. Ну, что ж такое, многократное воскресенье одной и той же темы. Постоянная проблема. Через минутку продолжим. Вопрос, который задали Евгению Яновичу, в частности, связан с судьбой посла России в Катаре. То есть, он был отозван. Есть формальная процедура, когда вы снижаете уровень дипотношений с той или другой страной, посла, который у вас там нужно досрочно отозвать. Это не значит, что он перестал быть послом. Это не значит, что он не работает в МИДе. Это значит, что у нас нет посла в Катаре, по принципиальным соображениям. Ну, а, соответственно, который нечего держать посла в России. Учитывая тот объем взаимной торговли, который, несмотря на все посулы Катара, остается равным небольшой количеству миллионов и минимуму инвестиций. И тому, что в каждом порту, включая порты Польши, там, по Европе, куда придет русский газ из трубы. Теперь стоит за эти годы, когда мы радовались газовой опек, теперь стоит терминал по сжиженному газу, который катарцы там построили. Это называется жесткая конкуренция. Такой удар под дых. А я уже не говорю про статьи в газетах, требующие бойкотировать русские товары. Китайские не требуют. Бит русских, где их только встретят. Выступление Суницкого Хаймени и великого телепроповедника на Аль-Джазире, шейха Юсефа Кардауэ, в стиле, который и в Афганскую войну у шейха Кардауэ относительно нас не было. Эта ситуация абсолютно правильная. Потому что, ну, вообще-то говоря, из торгового оборота с арабским миром, эдак миллиардов 10 у нас с Голландией и Финляндией куда как больше по отдельности. 4 миллиарда это то, что наши туристы в заливе оставляют и в Египте. И кому это больше надо, откровенно говоря, большой вопрос. Посол не пошел на компромисс с вопросами о просветке депочты. Ну, наверное, мог пойти. Так он и в Ираке тот же самый посол не пошел на компромисс. И колонна дипломатическая была обстрелена в свое время американской авиации, когда он же там и получил ранение, потому орден мужества. Но есть разные дипломаты. Есть дипломаты, которые умеют обходить углы. Есть дипломаты, которые через них прорываются, полагая, что если вы великая держава, так и надо вести себя, соответственно, не стоять в странной позе с гордо поднятой головой, низко опущенными панталонами и чуть-чуть нагнувшись. Ну, это же у кого какая механика поведения в окружающем мире. Да дело в том, что мы все время, я повторяю это часто, мы все время пытаемся найти союзников, друзей там против Запада, где-нибудь. Их нету. Более того, все те, кто нам говорят в кулуарах, ну, мы тут сейчас с вами, ребята, нас давно продали, еще не начав, вообще-то говоря, чего-нибудь хорошее нам делать. И давным-давно сложился плотнейший блок арабской политической, экономической, какой угодно элиты и тех же самых больших парней из Вашингтона или Лондона. Это традиция и не только русской элиты, но и арабской. Причем, ну, десятки лет подряд воспитывают в Соединенных Штатах, в Великобритании, всю подрастающую элиту арабских монархий, большей части республик. Чего вы с этим сделаете? Эти люди три или четыре поколения подряд формируют единую группу управленцев. Потом человек идет на престол, берет одноклассников менеджерами, топ-менеджерами, потом мы как идиоты приходим с нашим нефтяным оборудованием и золотодобывающими компаниями, вопросами инвестиций. Я так ходил. Все заканчивается на том моменте, когда нужно принимать какое-нибудь реальное решение. Выясняется, что его никто принимать не будет. А потом террористы, которые к вам придут, хоть на Северный Кавказ, хоть куда угодно, но они тоже так случайно окажутся из Йемена, из Сирии, из Иордании, откуда угодно. А патриотическая общественность будет продолжать биться с сионистских заговоров. А это, знаешь, меня часто спрашивают, что вы думаете о фильме «Дух времени», что вы думаете о том, о всем. А я вижу, что это блестяще работающая такая исламистская пропагандистская машина. Я же не зря говорю, есть жид-масонский заговор, который воспроизведен с их точки зрения. Вот этот протокол сионских мудрецов, ребята построили у себя ровно такую систему. И она, кстати говоря, работает. Там есть внутренние проблемы. Может, нам стоит взять, пересчитать и тоже что-то такое попробовать. Если уже все-то хотят, чтобы этот заговор был, может, уже пора заговариваться? Не, ну надо прочитать, что пишут там. Не важно, о Лужкове, о Путине, уж тем более о Медведеве. То есть заговор. То есть все евреи? Хуже. И еще и ставление. Это напоминает разговор жены Сталина со Сталином у Войновича в Чонкине. Нет, Сталин не тот, который Сталин, а тот, который Сапожник. Когда капитан Миляга вышел проводить, и жена с нами говорит, он такой приятный молодой человек, надеюсь, он из наших. Да-да-да-да, кстати, вполне возможно, уж если говорить о том составе НКВД, который был. К огромному сожалению, ситуация не комплиментарна для всего, что происходит на Арабском Востоке, для России вообще. Если говорить о том, как это с экономикой, ну вот, хорошо, с Ливией бились, бились, долги списали, подписали на 2 миллиарда железнодорожных, на 2 миллиарда военных контрактов, пропущены прибыли. Я просто не говорю, это то, что вбили туда оборудование, завезли людей, чего-то начали всерьез делать, заказы начали отрабатывать, где те заказы, где те миллиарды. Понимаешь, что в советское время мы там посеяли по нескольку миллиардов в каждой стране, и, в общем, это было куда тяжелее. Когда нам говорят о том, что вот Россия обязательно должна влияние свое восстановить, Чего же вы теряете ваше влияние на Ближнем Востоке, это означает, идиоты, продолжайте вкладывать деньги, продолжайте за ваши деньги строить заводы, плотины и все остальное, чего мы вам никогда не оплатим. Продолжайте за нас военности. Да они даже спасибо не говорят. Спасибо. Какое спасибо? Ты воюй за этих людей, у нас десятки тысяч людей там были, у нас там погибли сотни и сотни людей. Что осталось, кроме этих бессмысленных жестянок в виде местных орденов, которыми в хоккей играют теперь дети, те, кто был в Египте, те, кто воевал в Сирии, за этих ребят в огромной мере. Спасибо. Да ну что? Не то военное оборудование давали, плохо учили. Я это много раз выслушал. Мы, по крайней мере, в той же Сирии за сирийцев не воюем. Помогли, чем могли. Всем спасибо. Все свободные. Теперь сама-сама. Ну, может быть, это и разумный подход. Это, безусловно, разумный подход по той простой причине. Ну, и надо просто отказаться от наследия советской имперской политики и осознать, что необходимо вести совсем новую международную политику. А что делать с палестинской гопой, сидящей в особняке анархиста князя Кропоткина на стоженке, юмористы из соответствующих структур, ведь их не случайно в Кропоткинский особняк посадили людей-то Арафатовых. Отбирать, что ли, может, уже пара? Хотя, кстати, ценная недвижимость в центре Москвы. А то несём-несём мы этот чемодан без ручки. А бросить не можем. Это интересно. Ну, некоторые могут. Вот канадцы, например, погнали просто в Заши сейчас. Понятно, что всё кончается. Нам бы так... Да. Продолжение следует...